Литературный клуб «Гармония». Что из себя представляет, как там был создан и какая его основная цель? Организован он в 2007 году. В этом году как раз 10 лет. Цель этого клуба – объединять всех любителей поэзии и всех, кто желает научиться стихотворения писать. В этом случае как раз у нас это типа школы, первая стадия, когда обучают людей правильно писать стихи. И у нас 25 человек постоянно общаются, постоянно приходят для того, чтобы получить знания. Мы еще и проводим постоянно поэтические вечера. На поэтических вечерах у нас бывают всегда полные залы, заинтересованность людей есть, слушать нас, поскольку достаточно хорошо, все подготовлены, подготовлены все и стремятся, ну, лучшие свои стихи отдать для того, чтобы осталось это и на бумаге. Сегодня пятый международный фестиваль поэзии. Вы один из организаторов этого фестиваля. Вот расскажите о предыдущих и о том, что сегодня предстоит. Ну, у нас фестивали начали проводиться с 2012 года, а фактически конкурс «Под небом Балтики» проводится с 2009 года. И каждый год все дипломанты, лауреаты приезжают на фестиваль. Вот в феврале месяце, это по предыдущему году конкурса. Они общаются вот с публикой и лучшие стихи читают со сцены. Практически это очень хорошее мероприятие для любителей поэзии, А более того, это хорошее мероприятие, потому что молодежь, школьники приходят тоже на фестиваль. И потом, в дальнейшем, они сами начинают приходить к нам учиться писать. И у себя в школах, в кружках литературы тоже занимаются. Но фестиваль международный. А что вы можете сказать о международных участниках? Международная ассоциация «Русская культура» находится в Санкт-Петербурге. И руководит этой международной организацией человек, который постоянно с нами общается по интернету. Когда мы проводим сами фестивали, значит, все руководство и направленность проводятся через организацию в Таллине «Русская культура» в Эстонии. Такая организация, которую возглавляет Круминг. А еще есть организация, которая тоже участвует в организации этого фестиваля. Это фонд, который поддерживает русскую культуру. Ее возглавляет Чуркин Сергей Николаевич. Вот, в принципе, три эти организации в основном каждый год и проводят. Вот пятый уже фестиваль проводим, и заинтересованность людей есть. Поэтому, в общем-то, каждый раз мы совершенствуем только метод подачи для публики, программы по-разному составляем. И вот сегодня будет очень интересная программа в том плане, что у нас здесь русской школы театральной дети будут интерпретировать стихи этих же конкурсантов, которые будут присутствовать здесь. Так что, в общем, конечно, это будет интересное действие. Спасибо, Жанна Григорьевна. Пожалуйста. Продолжение следует...